Михаил Игнатьев провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались основные подходы к организации работы по реализации в Чувашской Республике национальных проектов, определенных новым майским указом президента России. Правительством Российской Федерации до 1 октября 2018 года совместно с субъектами разрабатываются программы, которые будут внесены на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Работа проектного офиса ведется по 12 основным направлениям, в том числе здравоохранения. Оно включает 8 проектов, которые охватывают практически все сферы отрасли. На их основе разрабатываются региональные проекты. В Чувашии первый проект посвящен улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи. За последние три года в Республике открыто 11 новых современных поликлиник в шаговой доступности. Активно идет строительство многопрофильной поликлиники в Чебоксарах. С 2013 года по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева открыто 152 современных фельдшерско-акушерских пункта. Это позволило обновить каждый четвертый ФАП. До 2020 года запланировано строительство новых объектов сельского здравоохранения. Это ФАПы, врачебные и сельские амбулатории, закупка мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек. Население у нас всего 420. Из них детей 60. Взрослого населения 360. Раньше мы работали в старом административном здании. Здание арендовалось. Там не было условий у нас. И воды не было, и канализация не работала. Не топилось, воды не было. Вот такие условия. А работники хорошие у нас. Еще два проекта посвящены снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Чувашии в обоих направлениях проделана большая работа. Выстроены эффективные схемы оказания медицинской помощи. Внедрены новые технологии и современное оборудование. Растет количество людей, охваченных профосмотрами. Результат – снижение смертности на 24,7% соответственно. Учитывая актуальность проблемы, по инициативе главы Чувашия, в республике 2018 год объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из самых масштабных проектов – совершенствование медицинской помощи детям. В том числе и развитие детской инфраструктуры, начиная от ремонта старых и заканчивая строительством новых лечебных учреждений. Этот проект должен позволить снизить не только младенскую смертность. Здесь надо сказать, что мы в Российской Федерации являемся передовых позиций по наименьшему количеству. А также детскую смертность до 4 лет включительно и смертность детей до 17 лет включительно. И естественно улучшить в целом состоянии здоровья детского населения. Всего за время реализации проекта мы ожидаем сохранить еще около 2000 жизней. Большое внимание уделяется кадровой политике в здравоохранении. С начала реализации программы «Земский доктор» сельскую местность удалось привлечь более 370 молодых специалистов. А с этого года она распространяется и на фельдшеров, которые в селах практически выполняют функции врачей. Что же касается цифровой медицины, в республике сформирована полноценная информационная система, высоко оцененная в Минздраве России. Это и цифровой архив изображений, цифровой архив лабораторных исследований, централизованно-региональные диспетчерские скорой помощи и так далее. Дальнейшая задача – интегрировать эту систему с федеральными.